друзья всем салют ромчик да мы все там же как вы поняли да с предыдущего ну что мы уже тут частично освободили кстати сразу скажу ромки никакое число 9 по моему сегодня 9 апреля я еще те ролики не выпускал предыдущий то что с этим аквариумом поэтому я не знаю что вы там напишите я сразу вам об этом говорю а то вы вдруг скажете что я там что-то не ответил он в общем показываю как есть единственное я выставлял фото этого аквариума этих аквариумов в instagram и просил вас сказать приблизительно объем их но я там не знаю серьезно вот не знаю какой объем но мы взяли тут рулеточку вот такая рулетка мы обязательно померяем посчитаем и я скажу вам какой объем еще сейчас приедут за дискуссами в дискуссии на удивление все живы и здоровы хотя жили в мутной воде везде уже водичка получше стало и будем собственно дальше планировать разбирать этот шкафчик что-то ну короче потихоньку не так это быстро получается как бы хотелось до свободное время вот нервное настроение да и плюс ребят сейчас все больше и больше обстановка накаляется плюс еще отовсюду поступает новости все более серьезно да все хорошо поэтому возможно у нас немножко эмоции другие будут мы будем стараться не портить вам настроение ребят сейчас снимаю все бегло так как должны уже вот поднимаются забирать дискуссов мы еще не выловили вот ведро подготовил и вот наши красавцы как видите золотые все в порядке и дискуссов все в порядке ну а вот золотушка ташу помните еле-еле дышал она все еще живая все еще двигается но пока живут все никому мерклять не будем вот мы сюда переместили всех вот они тут ведь и золотушки и дискусс или причем живут вода видите какого цвета вообще мутняк но живут живы и здоровы а вот это не знаю что с ним делать еще живет сейчас может ее приютят не знаю ведерки мне понравились они были чистые такие с подсоли морской все-таки рыб мы решили разделить и ту золотушку вот тоже которая приболела вот она тоже забирает а эти едут отдельно мы сейчас водичку арирую потому что сами видите вода мутная в принципе ехать недалеко так что надеюсь с ними все будет в порядке ну вот ребят этот аквариум мы уже осушили лампы все позабирали поскручивали скручено ну теперь сейчас доберемся к этому всему тут мы тоже много чуть не можем еще пока здесь большим аквариум будем вот этот шкаф как я говорил раньше раскручивать что-то отсюда еще частично заберем чтоб уже было полегче а также ребят выражаю огромнейшую благодарность всем тем кто поддерживает любыми способами кто финансово кто словом кто делом спасибо вам огромнейшие многие моменты честно говоря пробирает до души я никогда там не стремился чем-то себя там приукрасить показать но вы действительно молодцы но я просто делаю то что должен делать ну и по крайней мере я так считаю а вот ромчик это вообще я могу сказать что человек реально с большой буквы и чуть позднее я вам расскажу почему я хочу просто чтоб он был здесь при нем рассказать и многие моменты вы просто не знаете мы держали так сказать в тайне не хвастались но реально реально молоча научи так ребят что касается вот этого аквариума пальцем я знаю тыкать не хорошо но все же смотрите этот аквариум ширина его от стенки сюда 65 высота 45 и длина полтора метра и того у нас получилось по подсчетам сколько там 400 438 литра вот этот аквариум да конечно тут есть еще стяжки спору нет вода будет ниже но все равно вот грязный объем его 438 литров поэтому но я знаю что визуально кажется он меньше но на самом деле он большой довольно таки и что вот я хотел сказать вот ромчик здесь вот почему я считаю что он человек с большой буквы хочу его похвалить действительно он этого заслуживает ну то что сейчас сами знаете какое положение он несмотря на это старается всем помочь во многом но знаете вот у него дома позволяла ему место и знаете он приютил многих людей которых он даже не все знают как зовут да вот представьте у него живут люди и помимо того ребят он настолько любит животных что он прилетел еще и людей с животными вот у него вот представьте какое сейчас тяжелое время всем тяжело а он несмотря на это он еще и приютил людей животными ну вот сами скажите для себя вы бы такое сделали сами подумайте не каждый вообще готов помочь людям а ромчик вот почему я говорю человек с большой буквы он еще приютил людей с животными для меня это спасибо вас это чисто чисто моего да ну это вот поверьте это тихо но об этом никто не знает вот что он делает это действительно ну просто молоча вот ребят вы прогнозировали что этот аквариум 300 литров писали но он оказался 438 как вы думаете сколько этот объем его но я думаю что вы написали сейчас размеры скажу он также ширина 65 высота 45 и длина его метр в итоге сколько там ромчик получилось 292 литра ну опять же грязными да но смотрится вообще таким маленьким а особенно по сравнению с вот этим громадишем ну и сейчас померяем этот громаднейший ну а этот ребят аквариум получился сколько ромчик а у нас давайте я вам сейчас размер 65 его также ширина 60 высота его и два с половиной метра его длина и того в общем сколько гряды 970 литров ну я в принципе так и прогнозировал что по тонну но он так выглядит я видел тоники он где-то на этот объем и выглядит ну грязные стяжки вы видите да там ну еще там чуть меньше но объем солиный пока еще не знаем как это все будем выносить но будем как-то стараться ребята сейчас хотел посмотреть вернее показать вот какая помпа грязная вернее не помпа мочалка уже заговорились это крупная мочалка посмотрите круглый а какая с нее вода и это мы в прошлый раз и и были я помыл я на чистенькая было поставить посмотрите какая вода вообще ужас ух крупная а если взять мелкую мелко користую она вообще забьется тут и с нее толка не будет абсолютно друзья знаете вот и все у меня мучил вопрос смотрите вот этот аквариум смотрите тут выходы сюда ну допустим да там вы вход-выход ну для сам потом или для кого-то внешнего фильтра тут как бы еще возможно хотя опять же в тумбу а новый не особо помещалась не знаю как обслуживание но как-то не особо хорошо здесь в этом аквариуме тут стоит чисто внешний внешний мы еще добавили сюда поставили два внутренних чтоб как-то она работала но а вот этот аквариум у него нету никаких боковых но есть два снизу знаете самое интересное тоже снизу смотрите что здесь not либо закрывать там надо было место где полочка какой-то сам ставить не то я не знаю как бы она работала может кто это проектировал или использует эту систему вы напишите пожалуйста в комментах более лучше разобраться я просто не пойму как это все спроектировано длина аквариума тут вообще два с половиной метра она же как-то должно циркулировать это все дело а тут один внешний ну как-то fx 6 и вот это все вся нагрузка все на нем как чё пока не поняли здесь кран и вот кстати что еще хотел показать и вот тут у нас тоже есть бочка видите бочка которая ну я так понимаю что это тут вода отстаивалась резервная вдруг чего при подменах самое но или вода если закончится также помпа ну то счетчик какой-то тут где-то мы видели а ну вот это же фильтр здесь стоит вот кого ну в принципе по большому счету всего и как-то она так непонятно спроектировано туда заходит ну почему-то это все не функционирует не знаю почему как-то мы не разобрались шо к чему да и принципе некогда было просто все время в попыхах все время что-то делали